ну что ж доброго времени суток дорогие друзья с вами star ladder и мы наблюдаем за пролига 18 сезона у нас тут играют тимба газете за рейдинг за дар команда гусь гейминг комментировать игру для вас будет выпишу ду и и ритейл даша что ты думаешь по поводу того что у нас тут происходит но пока что мне начинает уже нравится пике мы видим агрессивную связку саппортов это спирит который сто процентов будет мешать вражескому мидеру и дазл который призван нагибать сейвести больше ему ничего и не нужно и с лардер как ты думаешь будет ли это намек на инфиз бомбу или исход какой-то будет другой стиллер конечно крутой персонаж но с лардера в последнее время стали все чаще брать в четвертую позицию так подромливать поэтому еще не факт может быть просто какой-то физдамагер пойдет а то и 2 мне кажется что в этом есть какой-то смысл но кто его знает а вдруг вдруг появится да единственное что можно сказать то что маркетинг здесь точно не появится его закинули в бану все обмусоливают этого персонажа не знаю что с ним делать хотел чаще всего пока что если она играет то играет где-то на четвертой позиции она и лондру этот все стабильно а вот чем оправдать банки спа может быть там исполняют гуси это ж гуси их конечно скилл мне скажем так не заставляет сомневаться в себе и с другой стороны там же есть два саппорта может быть может быть забанили как раз виспа потому что считали что он появится но гуси коль нет виспа забирают обоих сапов вдруг так вполне такой может быть новинга как ты думаешь какая-то будет у нас позиции исполнение керри венги или не я не верю в керри венгу здесь сейчас хотя кто же кто его знает вдруг персонаж вполне со сладаром может под коррозив хейс разваливать кого угодно опять же персонаж активный но перспектив в лейтгейме у него маловато ну смотри на самом деле тело персонажи они могут противопоставить что-то против ультима это даст на то есть есть сладарство своим имплитой дэмажем есть венга свои кричать все минусом минус прошу прощения броня но венжи full spirit может и в саппорте то же самое делать просто взять бы знаешь какого-нибудь джаггера в мид да только что забанили пларка всегда вариант особенно со сладаром это просто hurricane пайк и 5 ударов обуз просто лютый ты это говоришь на что то там парка бедного хотя не за мне тоже кажется я пока что он захожу пока что заходит тихонечку заходит но пока что банит всех подряд мне кажется без какой-либо особой направленности уже воды и акс полетели в бан и от команды гусей и точно так же ну два керри считай медуза и джаггернаут полетели у тебя в газице ну знаешь я сомневаюсь что медуза бы появилась тут в пике дозор спирит наверно не лучшая поддержка для этого персонажа папа возможно почувствует его тайник был завоем как раз виск который любитель постоять ним с ним дополнит вообще интересный пик я давно теника не видел звезд по ну посмотрим что из этого получится да все мы знаем что может творить этот синий особенно задаваясь какой-нибудь блин и бегая по карте уничтожая одни своим прокастом уничтожать уже есть кого ты сам понимаешь что что винга не самый скажем так крепкий персонаж с прокаста развалится дай боже но у нее кстати говоря один из самых больших приростов по силе да и по броне у него все очень даже неплохо так что говорит что она не такая уж и плотная наверное рановато по жизни мне кажется все таки как-то на левле шестом когда тени начнет уже впадать скажем так полностью в свой прокаст когда он начнет убивать людей им то есть за максит свои сплы по крайней мере не чуть-чуть не за что за это не сказала через спиритбрейкер они действительно очень активные будут но смотри спиритбрейкер как раз же ему медуза могла очень даже помешать своим ультимейтам то есть пока он разгоняется а медуза прожимает ульту и все ее накаменит по пути не знаю я очень сомневаюсь что это бы сильно помогло потому что он с такой скоростью бегать что да опять же он редко в драках вот просто приходят показывается что вот он я весь такой буду драться потом только разгоняется обычно если он уже разогнался то это уже минус 1 нет как надо оправдать не знаю правда так возможно возможно просто дело в том что что магазинцы хотят затягивать до лютого лейта против медузы это дело такое себе ты сам то есть много персонажей такого плана кто в лейтгейме очень неплохо смотрится мне кажется просто в тимбе газете что-то знают они просто что-то знают возможно так она есть у нас остается кто у нас остается как-то думаешь тени и наверное пойдет но вряд ли в кэри опаньки еще и шейкер вот повспоминали персонажи шека наверняка отправиться в хардлэйн это уже очень крутой прокаст и узнаешь сюда бы еще какого-нибудь саржова кэри кто бы сносил товара было бы вообще великолепно земелью на хорбине ты не веришь нет не верю в ровн верю хардлэйн не не очень к одно время выполнить себе ставили хорошо он там стоял давно это было и неправда кто знает как у нас команды сыграть потому что на самом деле я не понимаю почему ты видишь здесь шейкера гораздо более хорошим органируем потому что это более-менее уже классика отправить шейкера через тотемчик тем более винджи full spirit у которой рейндж атаки небольшой уже шейкер может разгуляться но в случае чего отцепануть его будет мне кажется достаточно просто развести его на фиссуру фиссуру свое дал и все напоминаю как звали но тем не менее остается у нас видимо кэри интересно кто это будет луны рыжевой который сносит товара хорошо в ванных и нету снайпер живого который сносит товара хорошо тоже в ванных нету поэтому мне кажется что из этих вариантов тоже нас летать будет но не факт опять ну снайпер то весьма интересно смотрится власти все-таки в пик полетел или все-таки как это близказательное чутье у меня было на такой получается видишь агрессивный пик то есть минут десять подождут я так думаю пока населер не вынесет свой первый артефакт этот самый армлетов морриган а дальше уже начнется миссии но будет на это весело посмотреть тем более что спирит брейкер вообще ничего не надо чтобы летать в центр драки и инфест будет реализовываться уже скорее всего самом самом начале ты с лордару наверное оставит немножко спейса для того чтобы даггер вынести ну рано или поздно но вынесли все-таки даже без даггера может со своим спринтом бежать и врываться точно также в центр замеса правда шейкер по пути вы может хорошо остановить вот 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 шейкер это такая себя контраст лордара на самом деле хорошо и против перед брейкера попадается то есть он даже как-то путь преградить может остановить его забыли но кирбан отправился почему-то боятся именно его почему-то поактивнее нужен спирит брейкер life stealer все это я лошадь бьет я хочу она и увидите до сих пор мне кажется что-то против теник от такой террор слушай подожди они баны пропустили получается прикольно они мисклик ли это интересно но террор в мид это у них время резервное закончилось и по сути в бан не улетел никто вот и все как бы это не мисклик был потому что террор в миде против теника это плохой вариант им скорее всего придется сейчас резко все скажем пересматривать переиначивать его и стиллер отправится против теника да мне кажется просто что мы уже смотрели какой-то мать по газице и по-моему там уже что-то было такое на мотив террор вы это не в кассу и там как-то вам даже вырулили не могу я вот это лекарственную террора не в кассу помню который стоял вы зеленье но он там вообще не в кассу пошел грунтом страдала страна а теперь представь себе тени погоним и все что ему нужно и тролль просто берет ульту бедные люди бедные люди против гусей так вот у нас мощный ресурс он действительно пик мне очень нравится террор будет мне интересно что с ним будет делать им угодится очень интересно и как это будет выглядеть но пока что мне кажется он именно команду которая скорая на фарм как ты видишь к этому предмет и не особо нужны чтобы начинать что-то делать и террор будет ну просто как-то немного тяжести прибавил тумбик легковесным мобильным скажем так серьезно возьми не сюда темп ларку вайпера таково угодно мне кажется зашел бы лучше террору страдается поначалу и как настрадается времени сколько ему надо будет чтобы вернуться в игру если они что-то не придумают в начале у террора будут большие проблемы всю игру да я посмотрим что из этого будет неправда интересно террору нужно теперь создавать очень много спейса эти герои действительно могут это делать но пик то жадный где террора достать только фарма не обделить остальную команду то не а насчет не обделить я думаю проблем не будет но опять же что по лайнам стран отправиться против шейкера он там постоять сможет но тогда лайфстилеров по сути я же говорю смещают в против теника террор на этой заставке такой руки расставил и летит когда-то ну вот так вот у нас игра будет стартовать надеюсь меня так ладненько давай-ка потиху будем наверное представлять коллективом на венджи full spirit у нас будет играть затем по газете мдл love у нас играет на лайфстилере rnc нас лордария нас перед брейкера у нас пойдет рева и некроман некроман пойдет у нас на террор блэйди да ну пока слово за слово давай посмотрим на самом деле все вроде как ответ тут это пропадает у нас да у меня просто немного ответственно на самом деле ты меня слышишь да 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 слышу все ты меня слышишь отлично тогда у команды гуси и артис будет играть на тролль варварде бика будет играть на юр спирите муфаса будет перейся консиль няшки перебрать на и шагере кибернет будет даст вот такой вот у нас получается ланинги очевидны и что сделать им очевидно это просто брать набирать лывал и нагибать пока что судя по всему лайфстиллер действительно отправится у нас в мид а террор постоит снизу как и предполагал в таком случае знаешь у шейкера будет достаточно скажем так пространство для того чтобы все-таки подфармливать с этим самым в миде выстоит ли он против тени честно говоря проблем у него на первых уровнях быть не должно хп много армор достаточно хороший периодически будет чего и стилится от него ну вот что будет когда у него появится прокаст опять же он его переживет а дальше на самом деле не умирать и тебе скрипок и так думаю вместе все таки свой армлет неважно на каком я не я думаю что все таки кто-то из саппортов он будет помогать поэтому а фактически будет некая добра но мне пока лично кажется распределиться как то надо с другой стороны с лордар не особо то ему поможет avenge for spirit будет вынуждена оставаться на нижней линии что кто-то все-таки будет ну кто-то один да будет действительно сервейдом вдвоем точно пасти его смысла нет эти боль что один шейкер набрали не так много погоды сделает но он будет судя по всему не один но все-таки с земелькой в паре но на самом деле это ты говоришь на старый брейкер сто процентов время тренинг будет прожимать свои первые вспл и бежать на мид и хотя бы мешать если не убивать почему бы нет не видишь сазар пока что на них пошел слабор на верхней линии на медиа у нас брейкер это я смотрю в одно движет другое какое сорта рассмотрение огонечек прикольный предмоза я так или что что тут у нас планируется просто погоняете все судя по всему хотел башек прокачал слушаем тут до второго уровня должен оставаться должен оставаться на видимо не собирается этого делать но тем менее если так и будет продолжаться из таковой продолжаться то все-таки тени будет страдать на войне то сам понимаешь когда я тебе приходить или не больше лица прописать это приятно не мало в этом есть такой но с другой стороны как бы сверху они могут напрягать с лордар со своим станом разгон то есть под контролем тут можно очень долго на верхней линии может быть даже забрать тролля хотя дазла смотрится целику скажем по приоритет не он помягче все же этим больше дазла нет хочу ну вот это я там тут же использовала еще и шейкер сюда потянулся смогут ли они что-то сделать фиссуру дается больно больно спритбрекера но убивать его банально нечего вот и говорил то что шейкер отправится в хард я говорил то что края за земли кто у нас отправился правильно земель и который построил на самом деле по нему дали стану потратил камень и метаморфозы кончились на самом деле это возможно и спасло честно говоря начало вообще какое-то очень странное на мой взгляд потому как по идее как раз земель к здесь а почему бы нет по крайней мере у него есть чем убегать скажем так это мне кажется для столика смысла с другой стороны тут же шейкер может действительно закрыть с лордара который тут может подставать я не знаю просто был бы смыслом какое-то оставить а шейкера в хард если бы был хороший роум и можно было убивать вдвоем вместе шейкером а тут убегать особо некому еще с ладара кидаться стану чуть ли не цепанули и действительно цепанули дается я дается фиссура и вашу сразу брок и ты последний . красиво ну начало положено мир шейкер будет потиху все таки свой золотишко приобретать вот опять же не понимаю почему именно с лордар остался корпозиции а и разборчивыми фасу замедление и станом откидать у фаса и тем самым себя пытался спасти но видимо не спасет после и . стресса никто и не дал очень неплохо он на самом деле провязал то за счет чего лайфстиллер его как раз и не добил спирит брейкер слишком медленно атакуют чтобы его скажем так страдать это да да могло настроение подпортить здесь то вроде нет вроде есть а вроде нет но все равно опять же там 100 не постоял это опять фиссуру 2 уже кидает на ластера и чувствуешь варенье приятно жена конечно похилиться а дальше что делать когда начнут состоять можно сейчас попробовать на нижнюю линию ему на самом деле разогнаться потому как здесь в 2 стана и с метаморфозой разгон действительно бежит не за ним же фу спирита чего ты так далеко стоял до оставался к не увидели какие-то секунды но это было заметно стиле как этот обменил с любезностями сашки там еще нашел он себе развлечения на ближайшие пару минут опыт получает вам видишь рядом с полом стоит и это главное остальное уже не важно вот я все вспоминаю не так давно уж так у нас все-таки забрали земельку не так давно уж по повышали два раза причем подряд в патчах экспу получаемую от убийства нейтральных кемпов да и крипов которые убивают скажем так когда нейтралы убивают крипов с линии знаешь так подумать а раньше испытал не получил бы и смысла стоять на этой линии не было по мафосе да если сразу же два ваша подряд откидывается на опять перестал он гречка на киев скажи так еще один ваш неужели пошло какой-то он у нас забрали все платье 17 процентов так у нас кисуры добивают шейкер ведь а то творит этот спирит брейкеров него кстати ролям болдар но добивать то нечем он еще и разгон на верхнюю линию побежит ли он туда а что ему помешает на 1 золото минут разгон не понял ну да зал был далеко на мой взгляд игре его на 5 не вкачал кстати что-то я вообще не понимаю начало какое-то реально странная по моему могли убивать на одну линию на 2 хотя фраги все-таки есть но мне там где они ожидались скажем так враги есть и там где они ожидались по крипам то нас немного наведет террора знать что дела у него принципе хорошо по крайней мере ему не мешают ну кто ему помешает в данный момент ему реально мешать никому ну как-то посуду саппорт и отходить от него не желает на самом деле это опасно у нас спирит брейкер разогналась в очередной раз надо злика и вот сейчас бы башек тот самый проплачен а еще лучше 23 не получилось но спирит брейкер прошу прощения а сардаром далеко с его стану бы у нас в селедку разгон вернее как разгон просто фокусить его начали замедление есть а еще чем-нибудь подконтролить сюда прибегают спирит брейкер можно забирать до зли когда зол забран теперь же вопрос а стоит ли продолжать нет не стоит разбегутся в разные стороны как раз видишь за двумя зайцами и но мы не поймали а сардар отбился как раз фасточка у нас и все у него хорошо в принципе получилось видишь череда зла лишний фраг мелочи приятно и нападение будет не так кажется нам фасу опять очень вовремя он опять пост использовал лайфстиллер уже планировал по моему закидывать open bounce но не тут то было не то сова ланч нет он то сам откинулся он подкинул лайфстиллер и подальше его запулил куда-нибудь тут не дать я еще такую скажу так опасался просто издалека накидан типа испугался у нас пытаются забрать опять земельку нет не пытается переключаются в венжи фул спирит есть танчики сайленс мне не было станчика где станчик мы станчик забыли а вот он станчик а теперь на развороте у нас террор пытается добра дозла но не догоняет а попробовать земельку забрать все еще парочку ударов нет он переключается до зла его не добивает слушай его счет раскается нет все заберет земельку но потом пойдет смертью храбрых чипа что-то отменил разгон по надо злым перед рейдер хотя я думаю что вода стычку уйти но решил не играть мужика ну и в итоге погиб у нас ведь и храбрых действительно терплейт но немного нас на этом самом деле потерял него как-то голды руках не особо много было но время на те время время сейчас действительно важный фактор хотя с другой стороны ластиллер то фармит как я него не переключусь да он все летает и летает а тем временем на топе у нас пытаются забрать земельку нам на болдыре просто укатывается доставили тюру ровсова может его как раз сейчас и будут прессовать делегация все запорты переместили сюда и тролль тоже привести сюда решили с окна сувальными непонятно зачем видимо решили что нельзя оставлять троли в покое кстати правильное решение действительно ему теперь не ведать этого самого покоя и напрягать его будет куда ути в леса и он еще пока что нему не позволяет ему ресурс но армора у него много вот чего-нибудь еще на хапориген бы и вполне себе терпим он бы там постоял видео у нас денег немножко страдает плохо потеряется час но дальше честно говоря смысла бежать нету но зато улетел шейкер с этого самого сливы и на и дал немного пространство до сервей до нападения внизу конечно он выжил нажимать на тимой тролль убегает на тролли дизармор и с этим дизармором его разбирают еще бы как-нибудь цепануть дазл но нету стана зато есть спиртбрекер в этом спиртбрекер разгоняется он дает грейв по себе а все это время он его держал в итоге еще один станет и тычка одна тычка осталась кто-нибудь ее даст действительно его добили сорда здесь тоже добивают и с автуса хп сантине очень удачно получилось и даже дизармор по нему дали и думаю как-нибудь можно было бы на него побочить и добить но не решился террор бейт на таком у него на опасно было на самом деле чуть-чуть совсем под контроле тиву и возможно вместо ставором бы сам отъехал так что тяжковато что делает уже фраги вроде пишутся золото зарабатывается второе место по от ворсу все великолепно у террор блэда покажет интересным больше как графики пока что показывают этой магазинцы пока что вы имеете ли что небольшое на сети она есть тоже приятно главное продолжать нам больше террор если он хорошо разбойтесь на 10 хорошо разбойтесь его убить уже бы той хотел с другой стороны теник про каст там на семисоточку шейкер если на голову прыгнет там разные люди это будет очень неприятно понимаешь манты стоят из его сам скилл и разгон на ада зла а вот чем убивать а нет вот и шейкер обломал весь план и в итоге но зато ушел ортез зато одним юнитом на это сам а и меньше знаешь что интересно террор у нас решил проигнорировать драгон ланс сразу в манту уходит интересное решение давно такого не видел на самом деле последнее время я достаточно часто вижу что игнорирует сначала собирает что-то еще а потом драгон лэнс достаточно часто почему чем-то связано возможно 5 по 1 по одному вырезание статков от него сыграли свою роль то вряд ли слишком много он дает за свою сумму сколько у меня 2000 стоит и при этом дает поскольку по 13 к силе ловкости приятно вроде конечно приятно всегда ну и вот как будто знаешь назревает такая гроза какая-то внизу вроде как стоят реактивно героя драться не хотят рд что все форме сейчас будут еще минут пять-семь пармите земель а до злые и шейкер выберет по кругу вокруг этих елочек но их случится не разбежать спирит брейкер летит на всех парах так что дозол может сейчас подвстрять возможно просто так или под от формы до зол спирит брейкер держит в грибчиков даже не понадобилось так это получилось и так у нас на назор страйк подцепились зимние люди мили получают еще и станчик не отжить будет сюда еще будет прилетать должны кататься спорядили все должны жить да все должны жить кроме до злота зла забрали фраг достался у нас три рублей на самом деле покрепал там начинает оставать от ортеса отставание покрепам это пока что немного просто смешно треска по словар даропа на четверть ладно начать извлекает за листья просто отливаются три кубика дать просто отъедается и ни капли угрызение сути по этому поводу испытывать с этим не спешит собирается доминатор то есть в последнее время его перестали собирать на королях а уж тем более на тролль варлорде сушу я шускать уже по приоритет не рашить слишком дорогая осталось слишком мало дают полезно контролировать то считай как еще один день да знаешь на какой-нибудь вэнжи фолспирит он смотрит смотрится куда лучше на лиджи фолспирит когда лучше смотрится какой владимир это совсем другая песня ну владимир сложно конечно купить хотя что то что то достаточно дорогие артефакты продолжается фарм продолжается фарм были оформить на третий строчке у нас по цепле нет никого не потепили все ушли эти нас хотя сбили венгер т.п. еще один станчик а еще один станчик будет ну спирит брейкер тут немножко ее по цене вел очень неплохо закрывают венгу венгу надо добирать срочно но тут подстрял уже шейкер его спасают гривом да ладно просто эхо сэл эхо слаймы как же он перевернул эту драку вместе с глазом и уже думал я его уже похоронил на самом деле венгана сделала максимум возможного она жила достаточно долго откинулся свои столы ничего кроме как умереть и и уже не осталось ну что заберут селедку вот так вот смеши держать когда он делится ну мне туманы а было больше темно хотя заведение дано еще одна урна и еще один смеши и отходит назад просто взял и ушел ему на развивающего на ноге ну а кибернет как-то в лесах гуляет с ревыми дают инфу подозлику заметили его все-таки но спирит брейкер испугался как ты его нежно все время зовешь дачу бедный маленький розовенький страдает всю игру не страдает обычно земелька у нас атака есть слишком быстро компаний ну что 200 г мы живут террора коррозив хейс и все три удара нет земельки первобытные с бомбу виде спирт брейкера и а вастилеры на самом деле очень редко этот герой стал заезжать а раньше это было просто канон так у нас даггер уже есть у селедочки и будет страдать по моему тролль назар страйк да за да зла отъезжает сразу же и нужно забирать сразу тролль живет достаточно долго переключаются у нас спирт брейкер спирт брейкер каким-то образом выживает но забирает роли life stealer что-то как-то сумбурная драка влетают в 1 2 не нашелся оппоненту могла спокойно убийство прокасану и банальные не нашел пока данный теперь он может пострадать хотят тос до него еще и волонщик ну и волонщик ему уже не особо поможет влетать шейкеров венжи фулс перед венжи фулс перед надо забирать как-то не уж очень кучно стоят не тот немножко тос кого надо было ну да ладно честно не совсем понимаю почему они не могут зафокусить одну цель все вместе не знаю но по крайней мере правильно здесь выбор сделан из годится компания то что прием не делали бы это было бы очень много но почему тогда с лордар вылетала в тролля полностью все в тролля выдал вижу цель не вижу препятствий сейчас у нас будет интересную встречу не нашел с лордара маловато манны это может помешать все-таки сандр вещь хорошая лучше иметь при себе и у него практически есть мотостер остался но осталось примерно 2000 до ультима и торба и все будет хорошо на самом деле по таймингам все вписывается в эти как ну и по натворцу тоже мы видим на здраво основание правления что с лордаром с лайфстиллером будут прыгать вопрос ли кого походу надо цеплять дозла но не цеплят они шейкера шейкер отъезжает разгон собственно в дозла дозлу нельзя дать ничего прокастовать еще надо пару ударов сделать и нет успел все-таки дать грех правда всегда и живет какое-то но не долго так еще четвертый возможно подстрянет но очень плохо откинулся у нас камешком земелька но сюда уже бежит с лорда да ладно спирит брейкер отменил и все боятся все потоков ранее без хотя настолько можно какими на протоколы ранее забрать страну реально странно не там были все они там были все но все равно минус не было сделано на больше рассчитать было бы скажем так от тем временем с лордар может тут пострадать от земельки уж очень много он в него высаживает включая ультимейт еще и камешек должен умирать еще камешек поставить это даже до ашрайна это пытался попытки были ну и что у нас получается видишь очень хорошо это пустануло атерабейда заработала достаточно денег чтобы выйти по панетворцу и тролль остался на третьем месте но убить разница между ними всеми просто ничтожное тоже это вопрос буквально парочке крипов и призма вы прилетела на базе у нас обратно среди брейкер сластелина внутри на этом будет это выход на мид арты все таки один сайты до 10 разбудается на мид 0 0 маны ну хоть и сидит в спирит брейкере побывал на фонтане но все равно маным у него 0 главное чтобы ваши пока ты понимаешь они проплачены то сами тут он подался взлетал все равно отменили у нас разгона если почему гулял алиста а у нас там нашли с мурдора обидно по своим кататом что это один из летает земель и только тут какая разница сейчас тюник просто прыгнет вот как девушка туз где все а я лынч был откать я понял раньше вас перед отсюда уже не уходит до свидания чтобы сладарова ладно бывает минус товар в миде надеюсь будет сейчас ну хоть какой-то акцию начал появляться в отличие от первых десяти минут скажем так когда у нас драки были скажем так есть нету ну все осталось сделать тут уже идти не видишь за макси свои стены как-то поступить подарки они слишком не опасно это убьет конечно тролля хочу даже не добили его отступает до боезда спать станции это пояснилось рулей какой тип мы этот шейкера и сразу прожимать на спорте дикий но спасли у нас тут тролля распирит конечно поплатился за то что так вылетал нагло но все же мне подходят стоило размер того стоит на самом деле главное что артес остался жив он должен жить и сохранить попова на торт своей команде но кстати нужно на тысячу отстает от террор бета и по всему это разница будет расти но тем не менее в графике видишь такой просто гореть ту местности себя представляет файты все переворачивают не тоже оставили более на фраге на странице происходит честно говоря я все равно не понимаю почему гусь гейминг не могут как-то собраться и все вместе атаковать они вроде были все вместе вроде как и тоснули очень неплохо лайфстилера но при этом потом решили почему-то разбегаться шейкер прыгал аж под того нашли у нас перед брейкера но он просто использует разгон его сбивают шейкер не отпустят с лордар влетел толстан по двоим на его замедлили а продолжение будет продолжение не будет будет но пострадает тут тролли вот по идее должен добавить лайфстилер так и получается теникс д д д наяривает у нас по венджи full spirit станчик тос и а теперь не отпустите ника я замедления но они вынуждены отходить сало сало пока и сало можно пытаться добивать хотя очень любезно сандера террор бейда и в итоге есть речь и можно уходить по крайней мере потом сейчас просто шейкер будет прыгать дальше станчик 2 я вот это не оттуда подтягивается теникой разве планировать а спиртвлекер на отменил ее как-то и так 2000 здесь верли гуси между прочим сделаю 24 фрага на команде в газете не густо с другой стороны или тролля потеряли наверное это все-таки крайне сильно сыграла ну сутки там места тролль сейчас слабее василера потому что тролли живет за счет того что дальше все процентов мясо сами топорами до сих пор 60 а василия просит проигнорировал он просто прожил свой рейс и по нему ни один как же коррозив хэйс который просто нивелирует всего твою арморку активник тут в инвизи бежит сейчас будет очень неожиданным урыв от него наверное слабор влетел по земельке и теник что ты делаешь он пытается конечно дать прокаст террора террор асандр асандра в откате я понял 1 а теперь можно продолжать драку просто войти сандра земельку свапнули станчик все что только можно сандр не лучше он сейчас должен поплатиться за это так и получается спирит брейкер стану в одного во второго происходит почему они не могут реально заходить одного тролли вместе с теником забирают спирит брейкер эхо по троим вы великолепно но добить тут не получится сумбур какой-то в драке почему они не могут кого-то одного зафокусить все со временем случится разобирает на посту и в итоге минус 3 в исполнении гусей и весь этот пакет узлов окон муфас вот так то она и бывает еще одна тысяча выигранная суть по всему графики даже уже в ноль уйти так она и происходит весело ситуация получается ну пора сосить товара права бра уже начинать активничать команда гусей собралась да они как-то не фокусит одну цель но тем не менее не своего добиваются они делают фраги и героев своих не теряет ну ну как это описать такими словами но тем не менее в этот раз как не зашло мне кажется было странно то что сандр прожал террор грейд до того как терял айгис нет то что он потерял айгис после сандра это дело десятое вот почему он прожил в пол хп снова земельку что ли ну пока он бежал и практики в видимо было еще не покупать как она бывает разъем получился буквально как было так и осталось все равно мне кажется такие вот цель и все вещи на мотиву кб на мотиву сандра на мотив всего остального можно прижимать после того как уже одна жизнь потеряна это сборный момент уже сколько игр скажем так выиграны и проиграно но с другой стороны смотри ты ждешь пока тебя убьют перед тем как ворвались в земельку чем-нибудь продолжить мазер страйком продолжить сбивают ролен болдар еще и баши работают у свап тролли разгон тролли сюда тоже нибудь тени-тени аганим не делает тени у нас делает его даже не знаю чтобы тут по полезнее было собрать с одной стороны он конечно два удара сделает с другой стороны еще не видел чтобы тролль под тени культовал а с другой стороны никуда не ездить тогда не можно и после несколько у нас стоит паузу можно по этому почекать более глобальное ну и что лав у нас мидасом изолятором и армлетом ну в принципе закупа у него вполне себе обычный вполне себе обычное время у рнт один только блинк но больше ему ничего и не нужно а вот докупился все-таки видишь ты ругает свой самый важный драгон-дэнс на который ты уповал я тебе говорю то что какая-то привычка появилась собрать сначала что-то первый стол а потом уже драгон-дэнс не знаю почему видела даже ситуацию где снайпер сначала собрал драгон-дэнс а только после этого начал качать и раньше атаки но это ситуативно особенно на снайперы на терроре ему плотность нужно в этой игре плотность плотность еще раз плотность иначе шейкер станком и вот как прошлой драки отпускать не будут как раз именно плотность тебе дается за счет надо ставилась ультимейт арбан ну такая он же начинал с яши потом докупил ультимейт арб причем смотри 10 сил и вот этой на плотности 2100 золотых тем временем можно было что сделать купить за тыщеночку игр клуб тем временем все-таки собрал за самым достал его реализовала понеселым демиджи или то что начальной стадии игры как-то я даже сказала псалат погазицы выигрывали а потом у них что-то пошло не так артес у нас имеет сашу яшу и масочку так с ними и бегать эти два слота и на самом деле ему делать враги пока что не мешает на живет устрела на плохого ты ему пока бы какой-нибудь сверху а толку с блокенбара ну смотри у нас есть террор блэд который бьет руками у нас и спирит брейкер который влетает просто и пока бы не пока был он тебя растолкает есть лордар который все равно тебе коррозив хайс накинет велась или руками бьет это тот персонаж который врывается на передовую это означает что что он лицом получает ты станут венге и смешат стартара и точно так же разбоны или ультима это а спирит брейкер поэтому мне кажется таким героем как бы лишним точно не будет по крайней мере тебя контролить и катить не буду ну и что эрспирит с медасом и урной у него как было мне кажется все 20 минут назад так осталось ну и 25 минут а у муфаса у нас с шедлбейдом саблю уже себе собрал все-таки и есть блинк ну да такой неплохой затарк боевой я бы даже сказала мне кажется дальше он будет делать как раз такие навряды здесь есть смысл делать silver age но аганим есть как минимум это даст тебе жир как максимум дополнительные плюшечки шкипер имеет мне кажется все что ему нужно разве что не хватает такой ульфа стаффа для полного счастья и аганима сверху и рефрешера потом ничего много чего дазл как положено позору туда зул 5 позиции может не вот интересно как сейчас будут гуси дефаться террор блэйд уже действительно получил слишком много скажем так золотишко 1600 хп уже не так просто снести и ворваться в него пока что сложно ну и байбеке с ними беда как раз оба сея утра я не хватает денег и деньги техника как мы не заработать ближайшее время действительно зайти секунд может вполне себе зайти террор а на хг и забрать как минимум табли там да нет не заберут скорее же т2 стоит еще больше пол хп вот они его наверное секунд 15 будут сносить пока не дойдут до хайграунда там уже не знаю фисурка и как-нибудь шейкер выигрывает там секунд 5 вряд ли они на хг пойдут там еще тем более он снизу смотри два товара да с прессовым стрелочкам они пойдут на миде 1 драку на самом деле мне кажется здесь драка удастся в пользу гусей если будет удачная эхо слэма от шейкера удачных астана будет это шейкер если принять прямо сейчас во все это миссию илюзии который ты видишь перед тавром а смысл отогнать ну и потерять эхо которая в замесе очень нужно дороговато тем более что впрыгнет потом с лордару там венга под контроль это шейкер тогда не уйдет уже он кстати себе планирует у него полных его фростах улежит то о чем мы с собой говорили на самом деле просто думаешь они отдадут товар совсем безбойно думаю что да особо драться за этот товар нету смысла ну 30 секунд это очень и очень долго то что тролля не будет и потерять им за это время может много и кстати отрывается по натурсу на сервер вейтон на 2000 гонять тролля и властине тоже выдался вперед даже т.б. немножко негодуют о том что пауза затягивается затягивается может уже успели как-то тактически подумать все начинается оживание у нас началось драка за паузу ну суммарное время пауз все-таки три минуты судя по правилам которым прикрепленную к ролике все равно там на респе шекер поэтому в прошли не распилит поэтому посидеть может на фонтане и без паузы так что у нас начинаются противников понять то что 45 играть неинтересно возможно хочется сидеть полоту противостояние именно 5 санта-барбара какая-то ну да ладно я думаю что они все-таки подождут кого у нас там земельку участие вещь не резиновая мы это знаем вот слушай вот такой тебе глупый вопрос как ты считаешь сможет ли тимик и тролль варлорд все-таки перебороть этого террор блейда чисто вот твое мнение а мне кажется опять же может перебороть и очень хорошо перебороть с удальственным культимейтом от и шекера у них что он в пиццер их сможет ультонуть а я верю то что он удаст это просто в кучу люди которые вы это все время стоят рядышком и будут так как контролировать чтобы они стояли по разной части как даже не как так не расконтролить так чтобы они все били что-то одно и находились по разной стороны баррикад это тебе не не поэт там это но позади держать пока впереди очень интересную позицию да очень интересно что это сделать будет ничего просто разведают обстановку и по вардам прошелся вражеским по центре хотя там нету никаких опсов поэтому видно его быть не должно было и этого вы никто не поднял но мы видим то что забрали нас т2 на митте и стягиваться на т1 внизу с дадошкой идет в инвизи ой как сейчас больно будет террору а он на центре на центре сейчас выйдет на центре ты знаешь как-то по краешку прямо идет чувствует видимо что-то неладно здесь я отошел назад повезло что одному что второму да на самом деле не уверен что забрал а с другой стороны смотри у него 550 демиджи два удара с их а саблей про кастом дым уже на 600 если уже просчитывать резистом оси 8 и они будут выходить вопрос куда абсолютно другой части команды сейчас погодить таки же да нет они не знают куда бежать они не видят никого но было видно то что где-то у нас а варды тени как минимум это могли уже заметить но все равно они бегут абсолютно другую сторону а сразу же цифра внутри так показаться теперь вот что они будут предпринимать у нас перед брейкер на верхней линии сейчас да и еще заняться не хочу два товара там уже и думать надо там рошан забирать заходить и все такое прочее более непонятно что делать сейчас команде гуся гусени не хотели драться драки ему что они потеряли время их теперь нету и денег не считай какого ли преимущества им нужно теперь начинать фармить а сейчас пока не будет фармить на них попадут потому что кисами заняты а с другой стороны почему-то бы по низу не пошли чё-то я совсем в шоке немножко от этой карты мне кажется просто какой-то смоганка в обратную сторону значит и часто бывает когда симметрично двигаться в итоге прогресс лордар будет роли и что-то будет и ничего не будет корни фейси что-то могло произойти разгон в тролле все остальные боком нигде находится еще и догоняйтесь как-то святой кирс предпреки дождь этого винга и венгер страйк теник врывается в двоих вроде раздамажен неплохо кончку спирит на разгон как бы его останавливать немножко и то вроде бы неплохо но это был всего лишь до злока по двоим ну двоих и приговорили ну а что почему бы нет можно и висеть на самом деле эти тарсы сущенки вкупая осталась ну и да как-то пытаясь старта разумею ситуацию на кирпичу из армора но это никак не помогло равно слить рор на топе прожимает bkb очень больно наяривает патролю нужно свапаться хп-шкой с есть свапнулся но башки работают еще башек и нет все-таки проиграл ваш лорд все-таки выигрывают здесь скажем так сразу разменялся сиран приятно в принципе нет неприятно показалось я думаю что он тролля убил мы не отправили нас погиб еще она миди в этой самой заруби ну нет роль как раз таки здесь погиб его цирк забрал какой-то момент параллельно у нас газово погиб она митит когда это случился на самом деле пропустил просто подцепили бывает хороший слаб там был сяну то есть вы сделал максимум что он мог этой ситуации больше что мог сделать это не появляться в этом месте и быть он на топе товар соус на самом деле под шумок пока тут драка была в миде поэтому сделал он достаточно много для своей команды с другой стороны был бы он в драке должен быть было больше профита мне кажется что все таки да потому что видел там неудачная инициация была еще около шрайна гусей и проблема была в том то что террор бейт был черти где вас силер был черти где и вся команда была как не собранными вместе сейчас они это все вместе идут на нижней тавры у вас где-то сзади только опять же они без террора что происходит террор решил то что не заскай это делал намеренно при тп сильный старт тп только откатывается и к нему остальные команды веселый визион как-то пытается отговорить от неудачного решения свою команду действительно драка 5 на 5 мне кажется 8 могут быть и посильнее потому что них прокаст очень сильный но с другой стороны террор с бкб мы сейчас плевать будет на эхо на влёт и теника просто прыгал прямо него она уже 10 секунд и чем дальше тем меньше мне кажется через 10 минут от него останется такие жалкие но и у должна добиваться вопрос будет ли продолжение нет продолжения пока заражена будет драка не отогласила света так просто интерес нарисовывается через лордары и будет видеть врыв а вы что будет вот прямо сейчас террор проживает форму врубает бкб в рано-рано-рано прожал и и без бомбушки первых страдает и бьет его террор бета террор будет натыкается на кресло то детки бьются ушки предалеку назад и перевозревает но фунфаса страдает и ничего он не прожал в итоге и погиб террор же у нас со спирит брекером пытаются забрать распирит распирит уходит в инвеса просветить а есть просветка но террор разворачивается и нет он все таки будет помогать добиваться распирита но откидывается камешком и улетает на роли в болдыре отличное решение и что будут ли добивать у нас перед брейкера живет достаточно долго но мне этого все-таки добили честно не знаю сумбур такой что террор вроде как и сражается вроде как и отдали ближайшее время заходить они скорее всего не будут получили да а если они получили поэтому заходить не будут и смотри там гуля как-то сзади оказался в ответа всех нас вагнится хп наверно скиф террор бета это сделает я вам этого не сделано по телеса за счет инфеста но все равно ваша как-то пробует а и погибает вам всего 10 процентов как он это делает я тоже такое хочу бежишь башни просто получил сможешь лицо иллюзии сервы это дает о себе знать практически скажем так и в инвизи выходит и не выкупать и не хочет мясо отрабатывать штан подвоем от слордара и теник вроде как много дома же внес слордару но наверное не лучше это была целью должен разменивать здесь ягис ягис он потерял также забирают здесь у нас и тролль варлорда великолепно влетел шейкер но там уже не хватает поэтому террор свопается по хп и сейчас будет забирать всех остальных замедляя до зла до зла забирают синюка не зря ли ты вылез нет там все-таки у слорда романы нет бесконечно все команды террора жмут террор до свидания все как же его иллюзия теник это наяривает и теник должен отлежать просто от иллюзии да ладно он забирает еще и распит ладно что он делает немножко не хватило ему хп чтобы улететь на базу не пожалеете передал ультимейте за счет этого на самом деле наварились каждому досталось по 450 голды но все равно получилось как-то не в пользу слордар тем временем вот такой оппонента лезет за земелька но он все-таки улетает что тут происходит по карте значит не напоминает средневековую кругу не знаешь и ты убил моего сына я убью ты его сына и а потом его сына бывает его сына и так и до бесконечности они взят друг за друга и этот файт продолжался вечность но он конце концов кончился и все равно не могу сказать на чей стороне преимущество потому что вроде как забрали рошан и буси но вроде как они потеряли и аегис и вайбек и еще раз тени на три раза он здесь умер в итоге ну и всех очень мне кажется по разу потеряли террор только один до последнего жилы по все равно в конце концов умер все вообще в шоке вот реально смотри золотишком ногу кстати на первую позицию важно три тысячи первых знаешь если мы сейчас просто посмотрим на графике у нас 34 минута а преимущество чуть больше трех с половиной тысяч но это не что это такое вот именно по xp преимущество не за магазин а за гусями чуть больше чем на 2000 но это вообще не преимущество для такой игры ну и качельки у нас здесь пытается ребята 30 минут игра длится вроде как знаешь уже из-за привычки к тому что быстро игры проходят 33 минуты кажется личность мне кажется так такой минут обычно уже трон падает или кто-то стоит и мега крипов терпит у нас не так давно что 40 минут это вполне себе стабильная катка была сейчас уже 30 минут как кажется долговато ребята давайте же закругляйтесь и инфест я буду спали лес лордор ворвается больно очень больно вот тебе коррозив просто коррозив и три удара вот тебе и башки хорошие с этим коррозив хэйз вместе еще и за левер еще ребра скоро будут лишь какой улитый аминус армур и просто все против дазлова здесь даже вообще никак не поможешь своим мультимейтам что товар сносит все команды без тролля драться вообще не выгодно гусям утра ли они тупо и бк и не предвидится очень много дым голда ему не хватает сейчас спалили вы у нас шейкера за страйк смеш на вешается грек он какое-то время поживет дазлика тут тоже подконтроливают но форсом его все-таки спасли до 50 секунд без шейкера вот это уже проблема роль то хоть и вернется сейчас на 50 секунд пиши уже это минус второго скорее всего она действительно как мне товар снести успеет а дальше тролль резницы начнется какая-то заруба мне так кажется хотя товар пока очень быстро мы видели как этот тролль сыпется один станка розе в хэйс и один оказывается на него не западает не надо мне тут заливать и на вторую неужели на вторую сторону то нет отступает решили не жадничать это хорошо в итоге они ничем не поплатились и сторону забрали очень много деньги должны были выиграть еще и широко все великолепно этим показать сейчас самое время продолжать что-то делать ну а что делать всего террора форма 90 секунд откатывается 90 секунд они будут сидеть и фармить хотя по моему сейчас будет страдать террор вроде как его подцепили он прожимает бкб слишком поздно я был он дает замедление сюда прилетел с лордар дает станчик но драться не надо с лордар уходи беги дружище они тоже пока выхнули вы камши пищей среди креста подбегает на фаса цепляет его неужели у вас здесь погибнет неужели нет стоят и ждут не знаю чего хотят и левого тоже очень много дыма же получает и подходит сюда было лав будет ломать лица артес артес сейчас пострадает еще одни ваши получаешь 4 тысячи до 4 пички буквально погибает смотри еще один то есть пашки труб а на супернета бить приятнее и он вечно себя крест и защитит от удивят козову просто катывается что-то они как и спасет хотя нет он был вставку все равно форсов его не спас последний . я не буду добьет прилетается до слова раздагера да ладно у на дагере еще раз ушел отогнать селедка бежит пигмя бежит а там коррозив хэйс а там все равно зачем он становился живет но не отстанечка сверху спирит но это было близко он пытался нам пытался в итоге потеряли 1 спирит бекера террора сейчас форма будет 10 секунд и будет минус 2 линии террор медленно верно бежит да кстати без него то сломают сторону я думаю что все пошло не так когда они перестали фокусить одного персонажа все вместе а тут и ник влетает в 1 тролль во второго шейкер ждет 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 потом влетает когда тролль умирает как-то это все знаешь по чуть-чуть по чуть-чуть приводит к тому что игра как-то вот немножко уходит у нас из рук ну походу третий лайн падает последний парень остался как же и лизина валют по респирит респир где-то сзади отваливается он отваливается и линга минус линга но все равно на точку вот очень-очень сильно террор попадается на кресло и равно погибает тиме погибли здесь и артес в любом случае кончился крест да и буквально парточек и все закончу за него даже рядом с ашрайна драка приходит мне в пользу но тем не менее забирают команду гусей и террор даже вообще ничего не чувствует ничего не боится в итоге первое очко достается тем погодить мне кажется что у гусей был шанс все-таки сыграть как-то получше на ножках грамотный с оплайнами знаешь когда специально поминали сальными чтобы не оставлять покой серопы это вот это на мой взгляд это было очень грамотное решение но все равно что-то пошло не так ну вот на мой взгляд все-таки немножко не хватает как-то координации в драках им почему-то в этот момент и эта карта действительно у них из рук ускользнула ну ладно поздравляем тем по газете первую карту они действительно забирают себе ну и посмотрим что будет на второй карте мы уже буквально через пару минут